Нас встретили. Машинку прикатили. Вот это я выбрала виллу. Мы еще не доехали. Столько серпантинов, столько поворотов. В этом выпуске наша Селла Вилла. Какие запахи, как вкусно пахнет уже. Туда же, туда же клади. Барбекю, пляжи. Офигенно тут лежать под пальмами. Сейчас едем на пляж Петит. Чуть-чуть обсохнуть, можно? Можно. Хорошо. Трусами не извини. И много чего еще интересного. Короче, познакомились. Это итальянцы с нами были. Тоже второй водопад искали. А он здесь один и имеет два названия. Мы ищем следующий. А курс, что было совсем уж, что показать на видео. Вот сюда вставали люди с камерами и снимали потоки воды. Красиво, как вокруг. Город, домики, пальмы. И Игорь улыбается. Я люблю ездить в машине. Не могу не снимать такую красоту. Наверное, она одинаковая, но я никак еще не привыкну. Ты не привык или привык уже? К чему? К красоте острова Маэ. Прибык. Эх ты. У меня такое чувство, как будто я уже недели две еду совершил. А мы и так две недели. Сколько нам еще ехать? Он пишет 12 минут. Впереди какая-то там пробка образовалась. И мы едем не с той скоростью, с которой хотелось бы либо позволяли дороги. В такие моменты хочется оказаться на остановке на острове Маэ. Опа! Грунтишка, конечно, готова. 45. Из-за того, что дороги узкие, много поворотов, серпантин. Поэтому кажется, что скорость быстрая. Потому что картинки мелькают быстро. Наша соловила находится в горах. Вот мы сейчас поднимаемся в гору. Вернее, в гору в одну. Пам! Едет прямо на меня. Все выше и выше. Все выше и выше. Вот это я выбрала виллу. Мы еще не доехали. Столько серпантинов. Столько поворотов. А виллы все нету. Там два домика. По видео я смотрела. Вот где-то здесь. А где написано, что это целый дом? Ага. Все, приехали. Чья-то машина стоит. Игорь паркуется. Паркуется. Мы будем не одни. Кто-то здесь есть. Хо-хо-хо. Мы забрались. Как высоко. Это со мной пытаются все общаться. Ой! Злая собака. Ротвеллер. Какой. Какой. Давай. Вон. Окей. Это курица. Это курица. Это ваша комната. как тут классно кораблики океан пальмы а внизу ротвейлер вот этот который начал на меня лаять так столик два стульчика креслица санитайзер а это наша комната это не хорошо, когда все идут в беде это не хорошо мы не используем в ночь нет, нужно использовать ты хочешь? я даю вам потому что мы можем купить картофель мы не используем в ночь если я поставлю так, то он придет к тебе что там? у нас отдельная мы только что разговаривали, что хотим гороховый суп это кто-то оставил, здесь жили наши тостер, чайник, кофеварка, кашеварка, печка печка, короче бокалы, стаканы кроме ротвейлера заснул что ли прищепочки сушить можно плита газовая я не открыла ее и ничего страшного и она сказала, что здесь есть сад с бананами можно их рвать и есть вот здесь, где внизу ротвейлер а вверху сад он охраняет бананы эти Села а тут идет стройка следующей виллы Света, my name is Feta девушку зовут Села так же как и виллу короче, я не пойду потом придется спускаться так, а вот сад сад с бананами манго, ананасами ой, точно ананасы я пошутить хотела, вон ананас растет и тут еще фруктовое дерево какие-то плоды так, я уже заблудилась там вверх дорожка вниз дорожка в бок дорожка я Игоря подожду здесь около ротвейлера в общем, я не понимаю, куда мне спускаться покажу, что здесь еще есть тазик тазик, чтобы стирать и сковородки в растрюле тарелки ложки, вилки вот так вот соловьёлу покажу тут все по-семейному по-доброму встретили еще раз встретили нас хорошо в добрый путь у нас здесь даже есть личный пес личный ротвейлер автомобиль, байк или автобус подойдет любой транспорт но весь остров обязательно надо объехать хотя бы раз и посмотреть как можно больше интересных мест Солей Карс Анс Солей это наш первый пляж после заселения на Селла Виллу расположен он в шести километрах от виллы далеки от дорог небольшой и уютный ласковые волны из воды выходить совсем не хочется и здесь в тени под пальмами всегда можно найти место но есть очень большой минус это как добраться сюда что-то такая тема мне не нравится тут карманы вещи есть чтобы разъезжаться карманы есть вот кстати но спуск очень крутой хорошо что он недолгий направо вот указатели дощечками парковка указана разметка встали под уклоном вниз еще отсюда не рискнули оставить машину на склоне идем пешком от указателя навигатор показывает идти три минуты вот какая разметка для автомобилей парковочные места расположены вдоль горки под большим уклоном самые лучшие парковочные места это конечно внизу пахнет едой вход через какой-то ресторанчик на этот пляж ну мы уже поели давай тоже какие-нибудь кусты залезем вот здесь есть свободное местечко одна пальма освободилась на пляже есть штырьки уже пару раз споткнулась надели на них тапки здесь будет наша сканичка и есть тропинка я не была тут иду первый раз посмотрим что нас там ждет здесь джунгли бесплатные джунгли в конце пляжа есть тенистая тропа для разнообразия обратно можно прогуляться и по ней сейчас я все успею вот эта жужжащая фигня достает меня и не первый раз и не на одном пляже вот такой жук летает джужжит дотронуться если он укусит едем едем на два водопада они расположены рядом друг с другом с аузер и по этой дороге мы еще не ездим здесь один водопад на этой стороне машин меньше потому что дорога к аэропорту идет а эта сторона называется западная западная да потому что на восточной стороне находится аэропорт основные какие-то там предприятия столица столица Виктория все находится на той стороне и морской порт тоже поэтому там есть в часы пик даже не большие пробки вот какой камень еще нависает Бесконечно можно такую красоту снимать это вся дорога такая живописная Ты про меня говоришь сейчас? Бесконечно такую красоту можно снимать и меня снимаешь Ну спасибо Я к тебе обращаюсь ты же согласен с этим утверждением? Самая наверное кайфовая работа здесь ну таксистов катается себе смотрит на природу радуется здесь мало проводов на Борнео много Любят в Сейшелсе выставить ногу на дорогу в Сейшелке и стоять ждать дорога и так маленькая они полноги на дорогу выставляют вот они водопады наверное офис доехали 50 рупий стоит на человека 50 рупий стоит на человека окей да вот это хайл а просто нет дождей поэтому и такой водопад они холодные они нельзя лежать зато тут солнечно и никого нет кроме нас вот здесь когда нет дождей можно пробраться почти к началу водопада познакомились? это итальянцы с нами были тоже второй водопад искали а он здесь один и имеет два названия мы ищем следующий не находит? наверное такая же подстава неожиданно как неожиданно ой зачем я смотровая площадочка после водопада в поисках второго водопада нашли шикарную смотровую площадку сделали фото и видео и доехали до другой смотровой площадки самый популярный на острове майя суперская смотровая площадка на карте наш водопад не знаю я где он я его не нашел а вот такую навигацию показал гугл до водопада каскейт уотерфолл поиски 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 короче надо подниматься мы увидим футбольное поле там можем припарговать машину и 500 шагов до водопада и это было не 500 шагов а как минимум 5000 идти в горы через деревню и с небольшими приключениями Игорь вооружился палкой будет отгонять собак там собак с воротами где подойду поближе сниму хоть две капли воды которые низ спадают низ вергаются вниз вот ради этой жидкости мы шли терли ноги там опять Игорь картинка не меняется в общем у меня такое ощущение что мы пришли сюда снимать как устроен водопровод здесь перекрывается шлюз шлюзик небольшой вот он вертится пляж восточного побережья люди ставят машину около дороги выходят а там пляж сейчас мы так же сделаем выйдем машину уже поставили в тенечке сядем небольшой пикник устроим с чипсами и соком большинство пляжей на побережье именно такие скрыты за листвой деревьев и почти всегда никого нет плоды и плоды висят прямо над нашим полотенцем и вот сейчас нашла барбекю сейчас кто-то будет готовить барбекю и кто и кто же это сейчас придет джон покажет как разжигать он там сложил уголь и под уголь какую-то типа сухого спирта для розжига а это что что разрезал присолил запах угля странный не наш запах не русский запах нет и и пока я снимала птичек здесь уже без меня теперь слегка начинаем пить вы можете слышать да и сниму сниму тоже как готовят целую рыбину вот это рыбина весово the same fish приготовлена картошка с луком на подсолнечном масле и сейчас мы этим маслом польем рыбку чтобы она была еще сочнее приготовим освобождаем стол чтобы была красивая картинка и у нас получилась вот такая красивая курция селла и джон владельцы виллы очень гостеприимные и доброжелательные веселые и любят пошутить в общем такие как мы люди и и и и и и